И вспомнил все случаи, которые были до сегодняшнего дня, и вот эти грабли снова, одно и то же, как будто мы повторяем эти круги ада и никуда выйти не можем. На твой взгляд, почему вот недавние события в Казахстане, события в нашей стране никак не могут мучить власти, что давление всегда вызывает еще большее противодействие? Ну, нельзя в эфир на это просто материться, поэтому, да? Я думаю, что это просто недалекости, это не дальновидность, алчность, потому что никак, я не знаю, не могут наесться, понять то, что любой прессинг, любое давление, оно все равно когда-нибудь выйдет уже с другой стороны, но с более большой силой. Слушай, а почему так топорно? Почему даже если на секунду предположить, что действительно были замешаны наркотики, почему понадобился спецназ какой-нибудь, на твой взгляд, почему именно так коряво и топорно? Да, всю ночь я уже задавался этим вопросом, поэтому все пришел. Знаешь, Максим, я думаю, что ответ состоит из одного слова – бездарность. И давай рассмотрим самый лучший вариант. Болот не отпускает, правление на независимые смены продолжается. Что за эти последуют? Я думаю, что за эти последуют народные волнения. Болот не рядовой журналист, а журналист признанный международным сообществом. Есть награды, не наши, не страновые, а награды, можно сказать, планетарного масштаба. И за этим, естественно, последует и реакция других стран. Я, конечно, не буду допускать санкции, но я уверен, что это дело просто так не останется. И вот эти неразнодушные граждане, которые за ночь просто собрались, пришли, и их будет больше и больше. Что мы, в моем мнении, мы в первый раз это проходим. Ну и финальный вопрос, который я сегодня всем задаю, что для тебя свобода? Для меня свобода – это я. Меня зовут Свобода. Спасибо тебе. Спасибо.